2 февраля в Малом зале Городского дома культуры прошло тематическое мероприятие «Память огненных лет», посвященное 80-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участниками мероприятия стали учащиеся 1-го лицея и 5-й школы. Ребятам показали фильм о событиях Сталинградской битвы, которая стала одним из самых тяжелых сражений Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей на огромной территории между Волгой и Доном не стихал грохот ожесточенных боев. Битва стала символом самоотверженности и отваги наших солдат и офицеров, несгибаемой воли и мужества жителей города. Каждый метр земли был срезан пронесшимся железным ураганом, а мы не сдавались. За Волгой для нас земли нет, сказал командующий обороны маршал Чуйков, и мы не отступили. Был приказ драться в любом положении до последнего патрона. Мы дрались и умирали. Тысячи защитников Сталинграда сложили головы. Сам город был практически стерт с лица земли, но он не был покорен. Сталинградцы выстояли и победили. Крупнейшее сражение, закончившееся окружением, разгромом и пленением стратегической немецко-фашистской группировки, оказало определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. Положило начало изгнанию захватчиков с родной земли. Артисты городского дома культуры от имени защитников Сталинграда, совершивших подвиг на той войне, рассказали о том, как они героически сражались. Я была довольно известной киноактрисой и за свою недолгую жизнь успела снять с 5 картинок. После рождения сына я записалась добровольцем в медико-санитарный батальон. Весной 1942-го дивизия отправилась на фронт в район Сталинграда. 23 ноября 1942-го во время боя за высоту 56,8 я вынесла с поля боя 50 раненых бойцов. А когда был убит командир, подняла бойцу в атаку. Первая ворвалась во вражеский окоп. Гранатами уничтожила 15 немецких солдат. Я была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока оружие не выпало с моих рук. Подвиг каждого защитника Сталинграда должен жить в нашей памяти и в наших сердцах. Забыть о таком мы не имеем права. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События». Дмитрий Волошин. Продолжение следует.